Как перейти на правильное питание? Все больше людей задумываются, как перейти на правильное питание и при этом не чувствовать голод и упадок сил. Все достаточно просто. Главное это постепенно исключать вредные продукты, заменяя их полезными и энергетическими. Сегодня вы можете отказаться от сахара, отдав предпочтение сорбиту или ксилиту, а завтра исключить хлеб, заменив его отрубными хлебцами. Но данная методика под названием как плавно перейти на правильное питание занимает много времени и не всегда худеющий человек выдерживает ее, так как результаты снижения веса очень незначительны. Первая ступень к успеху, переход на правильное питание, мотивация. Все достаточно просто. Для начала подумайте о том, сколько проблем со здоровьем вы избежите. Ваше тело приобретет привлекательные формы, вы перестанете быть зависимым от еды. Выбирая для себя сбалансированное питание, вы не только избавляетесь от лишних килограммов, но и получаете следующие преимущества. Нормализуется артериальное давление, показатель уровня глюкозы в крови. Повышается работоспособность. Улучшается состояние волос, ногтей и кожи. Исчезают проблемы с отечностью нижних конечностей. Проходит головная боль. Согласитесь, все эти плюсы от правильного питания стоят того, чтобы его придерживаться. При этом на правильном питании вы не будете испытывать чувство голода. Теперь переходим к изучению непосредственного вопроса. Как правильно перейти на правильное питание? Сразу же уясните для себя, что в день должно быть 4 приема пищи. Желательно через равные промежутки времени. Порции небольшие. Для завтрака разрешено использовать как белки, так и углеводы. В первый прием пищи допустимо кушать следующие продукты. Крупы, сложные углеводы, гречка, рис, перловка, овсянка, пшеничная и ящневая каша. Нежирное мясо, рыба, белки, курясина, мясо кролика, индюшки, перепела, хек, ментай, лимонелла, щука. Кисломолочные продукты с жирностью до 3,2% для тех, кто не может плотно завтракать. Фрукты, ягоды, сложные углеводы, яблоки, груши, клубника. Все виды цитрусовых апельсин, мандарин, лимон, грейпфрукт, малина, черника, клубника, вишня. После завтрака следует обед, наиболее сытный прием пищи. После перекус и ужин. Кстати, ужин приходится минимум за 3 часа до отхода ко сну. Вот так просто без вреда для здоровья можно перейти на правильное питание. Какие продукты и напитки под запретом? На правильном питании вам будет необходимо отказаться от ряда продуктов и напитков. Под запрет попадают сладкие газированные напитки, алкоголь и энергетики. Чай и кофе предпочтительнее пить с сахарозаменителем, с орбитом, ксилитом или стевией. Я рекомендую вам остановить свой выбор именно на стевии. Это природный сахарозаменитель. Также под запретом попадают любые жирные продукты, кроме жирных сортов рыбы. Сливочное масло, сметана, колбаса, мучные изделия и сладости. Понравилось видео? Ставь лайк. Обязательно подпишись на канал. Жми на колокольчик, чтобы быть в курсе всех событий. И первым увидеть новое видео. До новых встреч, друзья!